Экономическая безопасность, государственное муниципальное управление, бизнес-информатика. Рязанский государственный радиотехнический университет славится не только инженерами и программистами. Высокий уровень подготовки специалистов инженерно-экономического факультета успели оценить сотни работодателей. Радиотехнический университет – это один из лучших вузов Рязани, поэтому, естественно, уровень подготовки студентов, выпускников этого вуза, которые к нам приходят на работу, он очень высокий, мы это замечаем. И это, конечно, одна из основных причин, почему мы развиваем наше сотрудничество. 1 июня представители Ситибанка и Рязанского государственного радиотехнического университета подписали договор. Теперь пять студентов очной формы обучения смогут получить стипендии от банка. Желающих ждет конкурсный отбор. Им предстоит написать эсэ на экономическую тематику и принимать активное участие в научной жизни вуза. Однако теория – это половина дела. Чтобы стать по-настоящему востребованным специалистом, студенты уже сейчас осваивают не только профессиональные знания, но и умения. Это формируется как раз за счет профессионального коллектива преподавателей, взаимодействия с работодателем, очень плотного взаимодействия с работодателем, начиная с первого курса обучения. Это прохождение практик и организация различных мероприятий, и профориентационная какая-то работа, организация ярмарок, вакансий. В 2016 году Европейская научно-промышленная палата опубликовала международный рейтинг высших учебных заведений. Рязанский государственный радиотехнический университет вошел в топ-100 лучших вузов. Отбор проводился среди более 2000 претендентов из разных стран мира. Приятным бонусом для молодых людей является то, что РГРТУ – единственный в Рязани вуз, имеющий военную кафедру. Она охватывает все специальности. Инженерные и технические специальности у нас охвачены и учебным военным центром, и военной кафедрой, где готовятся офицеры для запаса. А вот инженерно-экономический факультет, студенты, которые на него поступили, имеют возможность пройти подготовку военную по программе солдат запаса и тем самым не ходить в армию после окончания вуза. Нередко уже со студенческой скамьи молодых людей и девушек приглашают на работу. Ведь на протяжении четырех лет с ними работают квалифицированные преподаватели радиоуниверситета. Они регулярно повышают уровень своего мастерства, что позволяет готовить действительно востребованных специалистов, идущих в ногу со временем.